Субтитры сделал DimaTorzok Заседание происходило в опеке нашему ходатайству и заявлению самой Надежды Савченко, которая была доставлена в суд в закрытом режиме. Мы просили суд провести заседание в открытом режиме для того, чтобы все присутствующие прессы могли следить за ходом этого процесса. Суд нам, к сожалению, отказал, равно как и отказал в удовлетворении нашей жалобы, посчитав, что те доводы, которые изложил следователь, достаточны для того, чтобы было необходимо проводить эту стационарную экспертизу именно в таком режиме. Он удовлетворил, соответственно, поставление следователя, несмотря на то, что там содержатся чудовищные, не юридические, не правовые формулировки. Следствие указывает в качестве места совершения преступления некую Луганскую Народную Республику, которая не является объектом, субъектом международного права. И с таким же успехом он мог назвать любую вымышленную страну, указавшего на то, что Надежда Савченко там якобы совершала каких-то преступлений. Кроме того, суд Басланный закрепил такую формулировку из пропагандистских клише, как «карательный батальон Айдар». В ходе суда мы спрашивали у следователя, что такое Луганская Народная Республика, что такое «карательный батальон Айдар». Однако, следователь нам пояснить это не мог, терялся в своих ответах. И я думаю, именно по этой причине, чтобы избежать такого позорища, суд проводился в закрытом режиме. Вот, собственно, такое заседание у нас прошло. Замечательные формулировки, должен отметить. Скажите, пожалуйста, какие будут следующие шаги защиты по поводу, ну, в деле Надежды Савченко, в частности? Да. Что касается дальнейших шагов, конкретно данное постановление суда сегодняшнего Басманова, мы будем обжаловать следующую инстанцию, в апелляционную, это Московский городской суд. Туда мы направим жалобу и фактически отфиксируем все эти нарушения процессуальные для последующей подачи в Европейский суд по правам человека, то есть тот суд, который не находится в прямой зависимости от политической воли российских ловтей, как все суды на территории Российской Федерации. Там, я думаю, будет дана надлежащая оценка всем вот этим художественным следователям. Кроме того, у нас в ближайшее время должно состояться в Московском городском суде рассмотрение нашей жалобы на продление меры пресечения Надежды Савченко. Я напомню, что следствие продлили до 13 февраля, на этот же срок ей продлили меру пресечения. На этом наши действия не ограничиваются. Мы планируем привнести к материалам дела новые доказательства непричастности Надежды Савченко в гибели журналистов Корневлюка и Волошина и ряд других процессуальных действий, о которых, в принципе, скоро все узнают. Позвольте спросить, Николай, какова вероятность того, что Российская Федерация, правительство и судебная система будут выполнять решение Европейского суда? Я думаю, что здесь даже речь не столько идет о Европейском суде, поскольку процедуры Европейского суда достаточно длительные. И я надеюсь, что к моменту, когда дело дойдет до рассмотрения Европейским судом по существу, Надежда Савченко уже будет у себя на родине. Ситуация несколько иная. В настоящее время мы сейчас работаем достаточно плотно над подготовкой окончательных документов для того, чтобы Надежда Савченко могла вступить в полномочия народного депутата Верховной Рады. И, кроме того, мы готовим серьезный пакет документов для делегирования Надежды Савченко в парламентскую ассамблею Совета Европы, что позволит ей приобрести международный дипломатический иммунитет. И при таких обстоятельствах Российской Федерации, может быть, Надежда Савченко в статусе международного дипломатического, в статусе международного иммунитета, будет невозможно без, скажем так, глубокого политического международного кризиса. Все эти обстоятельства по своей совокупности должны привести к тому, что при принятии решения политического о выдаче Надежды Савченко это решение будет принято как можно скорее. И я надеюсь, что все-таки она окажется на родине. Хорошо, Николай, спасибо вам большое за то, что держите нас в курсе и за то, что отстаиваете позицию нашей летчицы. Продолжение следует...